Против аномеев Подала повод святителю составить против них слова о непостижимом существе Божием, единосущей Сына Божия с Богом Отцом, и произнести первые десять слов в Антиохии в 386-7 годах не непрерывно, но с некоторыми промежутками времени, а последнее в Константинополе в 398 году. Каждое из этих слов в подлиннике имеет более подробное заглавие, соответствующее его содержанию. Слово первое Что это? Пастырь отсутствует, епископ Флориан, а овцы стоят весьма благочинно. И в этом заслуга пастыря, что посома и не только в присутствии его, но и в отсутствии показывает полное усердие. С бессловесными животными бывает так. Когда нет человека, выгоняющего овец на пастбище, они по необходимости остаются в загонах, или если вырвутся из загона без пастуха, долго блуждают. Здесь же не случилось ничего такого, но и в отсутствии пастыря вы стеклись на обычное пастбище с великим благочинением. Или лучше сказать, и пастырь здесь присутствует, если не телом, то произволением. Если не присутствуем телесным, то благочинением пастыры. Поэтому особенно я удивляюсь и ублажаю его, что он мог внушить вам такую ревность. И военачальнику мы в особенности удивляемся тогда, когда даже в его отсутствии войско соблюдает порядок. Этого и Павел требовал от учеников. Поэтому, говорит, возлюбленные мои, будьте послушны всегда, не только в мое присутствие, но и в отсутствии. Почему же в отсутствии? Потому что в присутствии пастыря, хотя бы и пришел к стаду волк, он легко прогоняется от овец. Когда же пастыря отсутствует, посомы по необходимости бывают в большем беспокойстве, так как никто не защищает их. При том, если пастырь присутствует, он разделяет с посомами награды за усердие. А не присутствие он дает возможность ясно обнаружить со собственной их заслуги. Это говорит и Учитель наш, сказавший нам вам, что где бы он ни находился, он представляет себе и нынешнее ваше собрание, и взирает не столько на тех, которые теперь находятся и присутствуют при нем, сколько на вас, отсутствующих. Я знаю его любовь кипящую, пламенеющую, горячую и непреодолимую, которую он укоренил в самой глубине души и хранит с великим усердием. Он совершенно знает, что любовь есть в главах, корень, источник и мать всех благ, и что без нее все прочее не приносит нам никакой пользы. Она есть знак учеников Господа, отличительное свойство рабов Божиих, признак апостолов. «Посему узнает, говорит Христос, что вы мои ученики. Что же, скажи мне, значит, посему? О воскрешении или мертвых, или ощущении прокаженных, или изгнании бесов? Нет, говорит он. И умалча о всем этом присовокупляет. Посему узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Такие дела суть дары одной вышней благодати. А любовь есть добродетель, зависящая человеческого усердия. Человека доблестно обыкновенно отличает не столько дары, посылаемые свыше, сколько заслуги собственных его трудов. Потому Христос и говорит, что его ученики узнаются не по знамениям, а по любви. Когда есть любовь, то стяжавшая ее не имеет недостатка ни в какой части любомудрия, но обладает всеселой и всесовершенной и полной добродетелью. Равно как без нее он лишается всех благ. Поэтому и Павел восхваляет и превозносит ее, или вернее сказать, сколько бы он ни говорил, никогда не в состоянии вполне выразить ее достоинство. Что может сравниться с тою, которая заключает в себе пророков и весь закон, и без которой ни веры, ни знания, ни ведения, тайн, ни самое мученичество, ни что другое, не может спасти того, кто достиг всего этого. Если придам тело мое на сожжение, говорит апостол, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Еще в другом месте, объясняя, что любовь больше всего есть глава всех благ, он сказал, пророчество умолкнет, и языки умолкнут, и знание упразднится, но пребывает вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Впрочем, речь о любви привела нас к немаловажному вопросу, что пророчество упразднится, языки умолкнут, это не тяжко. Потому что эти дарования принесли нам в свое время пользу, и прекратившись, не могут нисколько повредить учению. Так, например, теперь нет ни пророчества, ни дара языков, и однако учение благочестия не встречает никакого препятствия. А что и знание прекратится, это требует исследования. Сказав, пророчество упразднится, языки умолкнут, апостол прибавляет, и знание испразднится. Если же прекратится знание, то дело будет планировать все у нас не к лучшему, а к худшему. Потому что без знания мы совершенно перестанем быть людьми. Бога бойся, говорит премудрый, заповеди его, храни. И в этом все для человека. Если быть человеком, значит, бояться Бога, и страх Божий происходит от знания, знание же упразднится, как говорит Павел, то мы, когда не будет знания, совершенно погибнем. Все у нас исчезнет, и мы будем нисколько не лучше бессловесных, но еще гораздо хуже. Потому что мы превосходим их разумом, а во всем прочем телесном много уступаем им. Итак, что значит и о чем говорит Павел в словах? Разум, знание упразднится. Не о всецелом знании, а о части знания он говорит это. Называя упразднением переход к лучшему. Так что частное по его упразднению будет уже не частным, а совершенным. Как возраст дитяти упраздняется не уничтожением его существования, но возрастанием и переходом его в возраст совершенного мужа. Так будет и с знанием. Это малое, говорит он, уже не будет малым, когда сделается впоследствии великим. Вот что значит упраздниться. Это яснее нам он выразил в следующих словах. Чтобы кто-нибудь, услышав об упразднении, не подумал, что оно есть совершенное уничтожение, но знал, что это только некоторое возрастание и переход к лучшему. Он и сказал упраздниться. Присокупил. Ибо отчасти мы знаем, отчасти пророчествуем. Но когда придет совершенное, тогда то, что отчасти упразднится. Так что знание будет уже не отчасти, но совершенным. Несовершенство его упразднится тем, что оно будет уже не несовершенным, а совершенным. Таким образом, это упразднение есть восполнение и переход к лучшему. И посмотри на мудрость Павла. Он не сказал, «Часть мы разумеем, но отчасти разумеем». Выражая, что мы обладаем частью части. Может быть, вы желаете слышать, какой части мы обладаем, и какой нам недостаток, и большую ли мы обладаем, или меньшую. Чтобы ты знал, что обладаешь меньшей частью, и не просто меньшей, но можно сказать сотой или тысячной, высушившей следующей. Впрочем, прежде прочтения вам апостольского изречения, я приведу пример, который, сколько возможно для примера, может показать вам, какой части недостает нам, и какой мы ныне обладаем. Какое же различие между знанием, которое будет дано нам, и настоящим? Такое различие, как между мужем совершенным и грудным младенцем. Так велико превосходство будущего знания в сравнении с настоящим. А что это истинно, и что первое действительно настолько выше последнего об этом, пусть опять скажет сам Павел. Сказав о части разумеем, и желая показать, от какой части, и что мы именно обладаем ныне малейшей частью, он присовкупил. Когда я был младенец, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил. Когда же стал мужем совершенным, то отвергся младенческого, причем сравнил настоящее знание с состоянием младенца, а будущее знание с состоянием совершенного мужа. И не сказал, когда я был отроком, ибо вот так называют и двенадцатилетний, но когда был младенец, представляя нам младенца грудного, еще питающегося молоком и сосущего грудь. А что Писание такого именно называет младенцем, высушившие слова псалма, Господь наш, ибо чудное имя Твое по всей земле, великолепие Твое превыше небес, из уст младенцев и грудных детей Ты совершил хвалу. Видишь ли, что младенцем везде Писание называет грудное дитя. Потом, провидя духом бесстыдство будущих людей, апостол не удовольствовался одним только этим примером, но и вторым и третьим подтвердил нам тоже. Как Моисей, посылаемый к Иудеям, получил удостоверение три знамения, дабы, если они не поверят первому, послушались голоса второго, а если пренебрегут и этим, то устудились бы и третьего, и приняли пророка. Так и Павел приводит три примера. Один младенца, когда говорит, когда я был младенец, то по младенческим мыслим. Второй зеркало, а третий гадание. Сказав, когда был младенец, он плесо купил. Ныне мы видим, как бы в зеркале, гадательно. Второй пример нынешней нашей немощи и того, что наше знание несовершенно. Третий еще в гадании. И младенец видит, слышит и говорит много, но ясно ничего не видит и не слышит и не говорит. Он и мыслит, но ни о чем не мыслит раздельно. Так и я. Хотя знаю многое, но не разумею способа существования предметов. Я знаю, что Бог существует везде, и то знаю, что Он везде существует всецело. Но каким образом, этого не знаю. Знаю, что Он безначально не рожден, вечен. Но как? Этого не знаю. Потому что ум не может постигнуть. Как может быть существо, не имеющее начала бытия своего? Нет себя самого, нет другого. Я знаю, что Он родил сына. Но как? Этого не разумею. Знаю, что Дух из Него, но как из Него? Этого не постигаю. Я вкушаю яствы. Но как они обращаются в мокроту, в кровь, в соки, в желчь? Не знаю. Того, что мы каждый день видим и вкушаем, мы не разумеем. Как же мы хотим исследовать существо Божие? И так, где те, которые говорят, что они получили все знание, а между тем впали в бездну неведения, ибо они, утверждая, что постигли все в настоящее время, в будущем лишают себя всецелого знания. Когда я говорю, что знаю только отчасти, и затем утверждаю, что это знание упразднится, то я ожидаю лучшего и совершеннейшего. Так как частное упразднится и наступит совершеннейшее, а тот, кто говорит, что он обладает полным, всецелым и совершенным знанием, и потом признает, что оно в будущем упразднится, объявляет себя лишенным знания, так как это знание упразднится, а другое совершеннейшее не наступит, если настоящее, по их мнению, есть совершенное. Видите ли, как они усиливают здесь иметь все, и здешнего не имеют, и там лишают себя самого. Таково зло не оставаться в пределах, которые от начала назначил нам Бог. Так Адам в надежде на большую честь лишился и той, какая была. Так бывает и с сребролюбцами. Многие, желая больше, а сейчас отеряют настоящее. Так и эти люди, надеясь здесь иметь все, лишились и части. Посему вещевая избегать их безумия, ибо крайнее безумие присвоять себе знание того, что есть Бог по существу. А дабы убедиться, что это крайне безумно, я объясню вам это из пророков. Пророки, как видно, не только не знали, что есть Бог по существу, но и о премудрости его недоумевали, как она велика. Хотя не существо зависит от премудрости, а премудрость от существа. Если же пророки не могли постигнуть с точности даже этого свойства Божия, то как безумно было бы думать, что собственные суждения нам помогут определить самое существо Божие. Итак, выслушаем, что говорит пророк о премудрости Божией. «Удивись, а разум твой от меня» Псалом 138.6 Впрочем, начнем речь с другого места. «Исповедуемся тебе, ибо ты страшно удивил нас». Что значит страшно? Многому мы удивляемся теперь, но не со страхом, например, красоте, колонн, произведением живописи, цветам, тел. Удивляемся величию моря, также и неизмеримой бездне. Но со страхом тогда, когда в эту бездну будем погружаться. Так и пророк углубившись в беспредельное и неизмеримое море премудрости Божия изумился и в удивлении с великим страхом отступил назад, взывая, как неисповедимы пути твои. Исповедуемся тебе, ибо ты страшно удивил нас. Чудные дела твои и еще удивился разум твой от меня. Утвердился Псалом 138-14-6 «Посмотри на признательность раба, благодарю тебя, говорит он, за то, что я имею непостижимого владыку». Говорит здесь не о существе его, это он оставляет, так уже признанное непостижимого. но говорит здесь о везде сущей Божьем, выражая, что он не знает и того, как Бог везде присутствует, а что он именно об этом говорит, высуши следующее, «Взойду ли на небо ты там, зайду ли в преисподние и там ты». Видишь ли, как Бог везде присутствует. И однако пророк не знает, наизумляется, недоумевает и ужасается при одной только мысли об этом. И так не крайне ли безумие тех, которые, будучи столь далеки от благодати пророка, усиливаются постигнуть самое существо Божие? Тот же пророк говорит, «Безвестной и тайной премудрости твоей явил мне». Салом 58 «И однако познав безвестной и тайной премудрости его, о ней Самоин говорит, что она беспредельна и непостижима. Велик Господь, говорит он, и велика крепость его, и разума его нет числа». То есть нет возможности постигнуть его. Что же ты говоришь? «Для пророка премудрость Божия непостижима, для вас постижима и существо его». Неявное ли это безумие? «Величие его не имеет предела, а ты ограничиваешь существо его». 48 8 «Размышляя об этом, Исаия сказал народ кто исповедует. Не сказал, кто исповедует, но исповесть, устранив возможность этого и в будущем. Давид говорит, удивился разум твой от меня. А Исаия говорит, что не ему только, но и всему человеческому роду недоступно это исповедание. Впрочем, посмотрим, не знал ли этого Павел, так как ему дана была большая благодать. Но он сам говорит, отчасти разумеем, отчасти пророчествуем. И не только здесь, но и в другом месте, где рассуждает не о существе Божьем, но о премудрости, видимой в промышлении. И притом исследует не всецелую премудрость Божию, по которой он промышляет об ангелах, архангелах и высших силах, а только ту часть промысла Божьей, по которой он промышляет о людях на земле. И даже только часть этого промысла. Он исследует не всю премудрость, по которой Бог совершает восход солнца, по которой вдыхает души, по которой образует тела, по которой питает людей на земле, по которой содержит мир, по которой дает ежегодную пищу, но оставив все это, исследуя некоторую малую часть промысла Божьего, по которой он отверг иудеев и принял язычников. И при взгляде на эту самую малую часть, как на беспредельное море, он изумился и сказал, и увидев неизмеримую бездну, тот, сейчас отступил и громко воскликнул, о бездна богатства премудрости и ведения Божия, как неисследимы пути его, не сказал непостижимо, но неисследимы, если же невозможно испытать их, то тем более невозможно постигнуть. И неисследимы пути его, скажи, если пути его неисследимы, неужели сам он непостижим? Но что я говорю о путях? Даже ожидающие нас награды непостижим, ибо око не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его, и дар его невыразим. Благодарение Богу, говорит апостол, за неисповедимый его дар, и мир его превосходит всяческий ум. Что же ты говоришь? Судьбы его непостижимы, пути его неисследимы, мир превосходит всякий ум, дар невыразим, уготованное Богом любящим его не приходило на сердце человеку, величие не имеет предела, разум без числа, все непостижимо, а сам он постижим. Не крайняя ли это степень безумия? Удержи еретика, не дозволяй ему удалиться. Спроси, что говорит Павел в словах, отчасти разумеем. Может быть, он скажет, что Павел говорит здесь не о существе Божьем, а о делах домостроительства? Тем лучше есть у него, если была речь и о делах домостроительства, то еще больше наша победа. Ибо если дела домостроительства Божьи здесь апостол говорит не о делах домостроительства, но о самом Боге, выслушив следующее, сказав отчасти разумеем и отчасти пророчествуем, он присокупил, ныне я разумею отчасти, а тогда же познаю, как я познал. От кого же он познан был? От Бога или от дел домостроительства? Очевидно от Бога, следовательно его он и разумеет отчасти. От части, сказал он не в том смысле, будто одну часть его существа он знает, а другой не знает. Бог, существо простое, но он знает, что Бог существует, а того, что он есть по существу, не знает. Знает, что он премудр, насколько премудр, не знает. Не не знает, что он велик, а насколько велик или каково величие его, этого не знает. Знает, что он везде присутствует, а как это? Не знает. Не знает, что он промышляет, содержит и сохраняет в целости, но каким образом он делает это, не знает. Посему он и сказал, отчасти разумеем и отчасти пророчествуем. 490. Но если угодно оставим Павла и пророков и взойдем на небеса. Нет ли там кого-нибудь знающего, что есть Бог по существу? Конечно, хотя бы там и нашлись знающие, у них нет ничего общего с нами. Ибо велико различие между ангелами и людьми. Однако, чтобы ты сильнее убедился, что и там ни одна созданная сила не знает этого, послушай ангелов, что же, осуществили Божьим они беседуют там и вопрошают друг друга? Нет, ну что? Они прославляют, поклоняются непрестанно, с великим трепетом, восставят хвалебные и таинственные песнопения. И одни говорят «Слава Вышней Богу!» Серафим их называет «Свят, свят, свят!» и отвращает отчество и не имея сил сносить даже снисхождение Божие. А Херувим воскресает благословенно слава Господне от места его. Не потому, чтобы было места у Бога, да не будет. Но, как мы сказали, выражаясь по-человечески, где бы он ни был, или как бы он ни был, если только и это безопасно сказать о Боге, так как наш язык человеческий, видишь ли, какой страх вверху и какое пренебрежение внизу. Те прославляют, а эти исследуют. Те славословят, а эти испытывают. Те закрывают лица, а эти усиливаются, бесстыдно взирают на неизреченную славу. Кто не будет воздыхать, кто не будет оплакивать и бессмысленность, и такое крайнее безумие. Я желал бы еще продолжить речь, но как я теперь в первый раз вступил в эти состязания, то, думаю, для вас полезно будет пока удовольствоваться сказанным, чтобы множество предметов, о которых будет сказано, сменяясь с великой стремительностью, не изгладило этого из памяти. Но непременно, если Бог допустит, мы еще много будем заниматься этим предметом. И давно я питал желание вместе с вами речь вести об этом, но медлил и отлагал, видя, что многие из зараженных этой болезнью с удовольствием слушают нас. Не желая отгонять добычи, я до сих пор удерживал язык свод этих состязаний, чтобы сильнее привлекший их потом и выступить на борьбу. А так как по благодати Божией они сами, как я слышал, приглашают и вызывают меня на эти состязания, то я уже смело выступил на борьбу и взял оружие, помышление, не излагающее всякое превозношение, восстающее на разум Божий. Впрочем, я взял это оружие не для того, чтобы не изложить противников, но чтобы восстановить лежащих. Сила этого оружия такова, что любящим споры оно может поражать, а благонамеренных слушателей исцелять. С великим успехом оно не наносит ран, но исцеляет раны. И так не будем сердиться и гневно относиться к ним, но будем кротко беседовать с ними, ибо нет ничего сильнее скромности и кротости. Посему и Павел повелел тщательно придерживаться этого, сказав рабу же Господне, не должно быть спорливым, но тихим быть ко всем. Не сказал к братьям только, но ко всем. И еще кротость ваша, да будет известно, не сказал братьям, но всем человекам. И во что пользу, говорит Господь, если любите любящих вас? Если дружба с кем-нибудь вредит и влечет к участию в нечестии, то хотя бы то были родители, удались от них. Хотя бы то был глаз, исторгни его. Если говорит Господь, око твое правое соблазняет тебя, вырви его. Он говорит не о теле. Как это может быть? Если бы он говорил о телесной пище, природе, то вина падала бы на создателя природы. Притом, надо было бы и сторнуть не один глаз, потому что если останется левый, то он также может соблазнять владеющего им. А чтобы ты знал, что здесь речь не о глазе, Господь прибавил правое, указывая на то, что хотя бы кто был для тебя так дорог, как правый глаз, вырви его и расторни дружбу с ним, если он соблазняет тебя. Что польза иметь глаз, если погибнет целое тело? Итак, если дружба, как я сказал, причиняет вред, то будем избегать ее и удаляться. А если она нисколько не вредит нашему благочестию, то будем привлекать и привязывать к себе друзей. Если же сам ты не приносишь пользы другу, а от него получаешь вред, то предпочитай оставаться невредимым в разлуке с ним, избегая дружеских связей. Если они вредят, только избегай, а не ссорься и не враждуй. Так увещевает и Павел следующими словами. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми человеками. Ты раб Бога, мира. Он, изгонявший бесов и совершавший множество добрых дел, когда называли его беснующимся, не не спасла в молнии, не поразил поносителей, не сжег языка столь бесстыдного и неблагодарного, хотя мог сделать все это, а только отклонил укоризм, сказав, беса нет во мне, но я чту пославшего меня. А когда раб первосвященника ударил его, что сказал он? Если я говорил худо, покажи, что худо, а если хорошо, за что ты бьешь меня? Если же владыка ангелов отвечает и оправдывается перед рабом, то нет нужды говорить более. Храни только эти слова в уме, часто повторяй их и говори. Если я говорю худо, покажи, что худо, а если хорошо, то что ты бьешь меня? Представляй себе, кто говорит это, кому говорит и почему, и будут для тебя эти слова некоторым божественным и непрестанным припевом, который в состоянии будет утишить всякое раздражение. Представляй достоинство оскорбленного, ничтожество оскорбившего, чрезмерность оскорбления, раб не только поносил, но и ударил, и не просто ударил, но в ланиту. Нет ничего поноснее такого удара. Однако Господь все перенес, чтобы ты наилучшим образом научился смиренно мудрее. Об этом не только будем рассуждать теперь, но вспомним тогда, когда придет время. Вы похвалили сказанное, но выразите мне эту похвалу делами. Ротоборец упражняется в своей школе для того, чтобы при ротоборстве показать пользу этих упражнений. Так и ты, когда разгневаешься, покажи пользу здешнего слушания. И непрестанно повторяйте слова, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, то что ты бьешь меня? Начертай это в своем уме, для того я непрестанно и повторяю вам эти слова, чтобы все сказанное внедрилось в вашей душе, чтобы осталось неизгладимым в вашей памяти, и от этого памятования была польза. Если мы будем иметь эти слова ясно начертанными в нашем уме, то никто не будет столь каменным, непризнательным и бесчувственным, чтобы когда-нибудь увлечься гневом. А эти слова лучше всякой узы и всяких удил могут удержать наш язык, выходящий из пределов умеренности и благопристойности, успокоить возбужденный ум, расположить к постоянной скромности и водворить в нас полный мир, которым сподобимся мы наслаждаться всегда, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава и поклонение ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.